Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о нескольких неочевидных, таких вот не всем очевидных проблемах с почвой. А почва ведь это, так сказать, ну-ну-ну-ну, место, где обитают корни. Это самое главное, что определяет урожай наших растений. Не будет хорошей почвы, все остальные хлопоты, можно сказать, пойдут прахом. Это вот просто колыбель нашего урожая. Вот не всегда очевидны некоторые проблемы, и люди удивляются, вроде все делаю, все правильно, все хорошо, все замечательно, но вот почему-то урожая хорошего нет. Первая проблема, неочевидная проблема, с которой многие сталкиваются, которая есть у многих, особенно в защищенном грунте, особенно в теплицах, это засоление. Когда мы используем различные удобрения, в том числе минеральные, когда мы используем много органических удобрений, кажется, где засоление, а где органические удобрения. А ведь использование навозов, в первую очередь навозов, коровьего навоза и куриного помета, оно также, еще в большей степени, чем использование минеральных удобрений, приводит к засолению. И не просто засолению, а в том числе натриевому засолению и хлоридному засолению. Откуда там это засоление берется? Потому что, как и мы, и куры там цыплята, и коровы-бычки являются млекопитающими. Всем млекопитающим нужна поваренная соль для своего функционирования. Коровам лизунцы там дают, подмешивают поваренную соль постоянно. Без поваренной соли страдаем. Хоть избыток поваренной соли и вреден, но ее недостаток еще более вреден. И, конечно, с мочой, с прочими выделениями, все выделяют вот этот хлористый натрий. Мы с вами, в том числе, даже человеческая моча является высоко токсичной для растений. Можно, извините, выжечь растения, если туда заливать вот эту неразбавленную человеческую мочу, именно из-за повышенного содержания хлористого натрия, поваренной соли. И вот регулярное использование вот этих удобрений приводит к засолению наших участков. Накопление вредных вот этих солей или избытков, даже, ну, необходимых, но избытка солей приводит к тому, что корневая система страдает, она как будто бы находится в состоянии засухи, фитотоксичное влияние проявляется и так далее. Что же делать? Ну, конечно, существуют методы промывания почвы, да, вымывания, но одновременно с вымыванием вредных солей происходит вымывание и полезных солей тоже. И, кроме того, необходимо очень много воды, особенно в последнее время, когда осадков мало, снега мало, вообще за это снег отвечает в зимний период, да, дожди обильные отвечают. А сейчас как-то вот таких обильных дождей в последнее время особое нету. Ну, попырскало, увлажнило, попырскало, увлажнило, ну, чтобы вот прям вымывание шло, такого нету. Поэтому приходится, особенно в защищенном грунте, никуда ни снег, ни дождь не попадают, приходится в этом случае обязательно делать промывку самостоятельно. Можно забрасывать снег, где-то уже с середины зимы начинать активно забрасывать снег, если он у вас будет, или просто кидать шланг туда и выливать много воды. Это не всегда помогает, не всегда эффективно. Почему? Потому что минеральные соли, особенно натрий, накрепко связываются с почвой, не хочет покидать эту почву, не вымывается в глубокие слои из корня обитаемого слоя. На помощь приходит такой мелиориативный прием, как гипсование. Гипсование почвы одновременно, или только гипсование, или одновременно с промывкой почвы, способствует элиминации, то есть покиданию почвы вредных солей. Достаточно 200 грамм гипса обыкновенного, самого дешевого строительного гипса на квадратный метр тоненько раскидать, грабельками заделать, лучше лопаткой закопать, конечно, и промыть впоследствии, или без промывки, если промывка вам недоступна. Сделайте это сейчас, пока земля еще в теплицах особенно, но также на ваших грядках не замерзла, и в течение зимы забрасывайте туда снег, и это будет превосходной, превосходнейшей мелиорацией улучшения состояния почвы на участках, где длительное время используются органические или минеральные удобрения. Также очень хорошо, если почва на вашем участке кислая, совместить гипсование с внесением доломитовой муки или известковых удобрений, потому что сам по себе гипс немножко подкисляет почву, а если почва у вас и так кислая, то в этом случае вы нейтрализуете вот это действие гипса. Надо помнить, что гипс является источником серы, поэтому гипсование очень хорошо делать на участках, где выращиваются крестоцветные растения, капусты различного вида, а также где высеваются крестоцветные сидораты, такие как горчица, рапс и редька масличная, а также там, где выращиваются лук и чеснок. Там гипсование показывает превосходные результаты, да вообще везде гипсование, где органика вносится, является очень и очень важным. И очень связанная такая проблема, тоже с почвой именно проблема накоплений, это проблема накопления метаболитов, загрязнения фитотоксичными веществами самого же растительного происхождения. С одной стороны, убирать из почвы вот эти продукты, обмена веществ растений, которые они выделяют в процессе роста, и которые могут достаточно длительное время сохраняться в почве, способствует севооборот. Когда вы чередуете разные культуры, то год, два, три перерывы между посадкой одних и тех же растений, достаточный период для того, чтобы вот эти метаболиты разложились. Многие говорят, мы для этого делаем вместо севооборота, используем сидеральные растения. Но, к сожалению, сидеральные растения, несмотря на всю их пользу, не позволяют избавить почву от метаболитов. Почву от метаболитов избавляют микроорганизмы, которые подъедают иногда очень сложно устроенные вот эти органические токсичные вещества, которые выделяют растения, и в течение достаточно длительного периода. Поэтому именно чередование культур севооборот является таким важным. Но иногда в теплицах или если грядки небольшие, настоящий хороший севооборот устроить бывает достаточно сложно. И здесь, конечно, на помощь нам приходят биологические препараты, которые содержат в своем составе бактерии, которые подъедают вот эти неприятные метаболиты, и могут сжирать даже тот же юглон, которого все так боятся для использования в качестве мульчи листья грецкого ореха, для компостирования грецкие орехи. Вот многие боятся из-за этого юглона. И как раз такие препараты, как гулливер и стимул на основе псевдомонад, они, там, конечно, самая хитовая псевдомонада, это псевдомоноспутида. И я очень надеюсь, что в будущем весеннем сезоне в интернет-магазине Процветок, наверное, это будет единственное место, где можно будет купить уникальный путидный препарат. Их нет вообще ни одного, даже не ищите. Их просто нет, не существует. Возможно, мы наладим производство и продажу подобного препарата, который самый мощный по уничтожению вот этих метаболитов. Но, кроме того, и стимул, и гулливер, это препараты, которые при внесении в почву снимают вот это фитотоксичное действие, в том числе токсикантов, которые действуют и на самое себя растение, то есть томат подавляет развитие томата, и действие на другие виды растений, например, когда томат подавляет развитие огурца или перца или баклажана и так далее. То есть использование вот этих микробов, которые быстро разлагают фитотоксичные материалы в почве, является очень и очень важным. Ну что ж, на самом деле проблем, неочевидных проблем, которые снижают урожай и плодородие почвы, довольно много. Но мы сегодня с вами остановились на этих двух. И я надеюсь, что это как раз повод задуматься о дополнительных мерах по уходу за вашей почвой, если вы считаете, что с ней не все в порядке, и в особенности на почвах, которые длительное время эксплуатируются без должного севооборота или при частом использовании органических удобрений. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. До встречи, я уверен, скорой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова